всем привет друзья с вами варчик и сейчас что происходит все начинают либо паниковать либо поддерживать то что будет рано или поздно разработчики начинают тестировать нерв голды и начинают они это с того что на супер тест добавляют изменения для 30 танков и они изменили следующие параметры они уменьшили альфу голдой у этих танков и хотят проверить как это повлияет на нанесение урона именно этой голдой и не вырастет ли урон другими снарядами но могу сказать сразу что если нерфить альфу голдой то нужно сразу что-то делать с фугасами потому что разработчики конечно написали что процент нанесения урона фугасами в рандоме небольшой мы конечно же посмеялись это очень классная шутка ха 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 фугасами вообще никто не стреляет да вообще урон небольшой и в рандоме стреляют сейчас в основном либо голдой все фугал дой я сейчас в реплеи как не посмотрю на вот реплей с там все фугал дой забито либо фугасами люди стреляют если у них нет бабла либо нет мышки они стреляют силуэт фугасами стреляют довольно таки много и стреляют еще больше голдой поэтому если начать бороться с большим количеством голды которые чересчур много то нужно заранее еще наперед что-то сделать с фугасами поскольку фугаса увеличится это конечно прикольно что игра когда начинала свой интересный такой путь в развитии там фугасы наносили просто половину своего урона и фугасов в рандоме было довольно таки много но сейчас фугасы уже задолбали я бы хотел чтобы разработчики сразу заранее что-то с ней сделали переделали переработали потому что надоели эти фугасы чересчур много голды и всякие там статисты фу статисты на голде и всякие там люди на пресс-аккаунтах играют на фугал где стреляют силуэты и ни о чем не парятся в принципе это происходит потому что очень много акций очень много всяких резервов бустеров серебро сыпется рекой также еще бои ускорились за счет того что голды стало больше плюс еще гонка вооружений новые имбы добавляются бои ускоряются люди начинают стрелять фугасами либо голдой чтобы успеть хоть что-то настрелять для того чтобы как можно меньше нивелировать вбр потому что нужно спешить 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 бой сейчас закончится а мне надо настрелять мои 5000 миллионов урона иначе сейчас я не успею не выполню какой-то лбз не набью в n8 или еще что-нибудь раньше люди не играли для того чтобы спешить за 2 минуты высрать 5000 урона чтобы у него там статка не упала сейчас все там на фугал где на фугасах куда-то спешат за эти две-три минуты боя что-то сделать и весь этот круговорот комплекса проблем нужно решать также в комплексе это только один из шагов которые нужно сделать для того чтобы игра превратилась в игру а не в рулетку казино вбр рандом и просто бои без содержания сейчас всякие там статисты или всякие там недалекие стримеры водомесы кричат что уменьшение альфы у голды это плохо и начинают кричать ой у и всем будет смешная альфа ой мы 260 станет плохим но все эти люди не задумываются о том что не только у твоего там какого-то танка единственного на планете заберут голду и кстати ее не забирают ей только начали первый раз тестировать уменьшение альфы а эти уже начинают ныть во первых если это сделают то это сделают у всех во вторых если какой-то танк из-за этого пострадает по статистике с ним будут работать лично и будут что-то с ним делать по балансу почему люди начинают ныть я вообще не понимаю проблем в игре много нужно начинать хотя бы с чего-то и я уверен что в в начале сделают как обычно много ошибок но когда-нибудь они доделают то что начали последние несколько лет они вообще не занимаются никаким не балансом ничего не рой вообще только там прям магазинами и всем остальным они только первый малюсенький шажок в правильную сторону сделали и сразу на них посыпалась тонна мусора от всяких там водомесов сверхразумов я не так давно играл вот blitz и там в комплексе очень много правильных решений во первых там есть очень большая система модулей там есть досылатель который ускоряет твою стрельбу а есть соседний модуль который ты выбираешь на выбор либо досылатель который ускоряет либо вот этот второй модуль который добавляет тебе немного пробития если у твоего танка не хватает пробития ты ставишь тот который повышает пробитие если у тебя с пробитием все нормально повышаешь скорострельность и таких модулей там очень много три уровня модулей и на каждом по два штуки на выбор и свой танк можно улучшить очень хорошо в тех местах где тебе это необходимо также у голды там еще уменьшенная альфа это очень правильно потому что стрелять в угол дует обредятельное и это приводит тому что бои заканчиваются быстрее а это бои без содержания по две-три минуты также там еще нет арты вообще что было бы замечательно но в наших больших танках такого не будет никогда но арту нужно переделывать она тоже раздражает также еще карты нужно делать такими чтобы там было разнообразие в выборе тактики куда поехать и объехать потому что если мы уменьшаем альфу голды то всякие там и стэшки и всякие быстрые танки не могут бодаться в лоб с тяжелыми все это нужно делать в комплексе и тогда игра будет преображаться в лучшую хорошую сторону если сидеть и ныть и ничего не делать мы так и будем играть в картошку с боями по 2 минуты можно было бы конечно еще ограничить количество снарядов но это какая-то странноватая идея можно было бы еще сделать снаряды за боны но опять же все пошли бы фармить боны в каких-нибудь генеральных сражениях и через время мы пришли бы к тому же самому все стреляли бы фул голдой но за счет бонов поэтому уменьшение поэтому уменьшение альфы как минимум нужно протестировать а не ныть сразу и мне кажется это нормальный вариант но это только один из маленьких шагов к пути к нормальной игре еще нужно что-то сделать с фугасами потому что они бесят и как-то подтолкнуть всех стрелять больше основным снарядом ббшкой там или какой там есть для того чтобы бои стали дольше для того чтобы вбр не раздражал а был частью игры сейчас всех раздражает вбр потому что бой закончится через две минуты и пока мы там один раз услышали попадание или снаряд полетел куда-то куда мы не хотели бой уже закончился раньше я когда играл я стрелял и просто наслаждался стрельбой и меня ничего не парило и не раздражало потому что бой был продолжительный и я им наслаждался а сейчас содержание в боях никакого нет игра сейчас сводится к тому что тебе нужно фармить серебро если его у тебя нет а потом идти на десятки сливать его если ты хочешь играть на десятках на фулл голде и всякие там топовые водомесы начинают говорить ну у нас же там есть марафоны вы можете получить бесплатно прим танк фармить на нем серебро и так далее хотя сами и вообще не нуждаются ни в каком серебре играют часто на пресс-аккаунтах покупают по 500 по 1000 коробок серебра там шо говна по тысячи миллионов прим танков кучи всяких резервов клановые расходники и бустеры и хуюстеры и всего этого шо дерьмище а игроки которые только пришли в игру у них еще допустим нету прям танка или они не смогли в марафон его получить или нет денег или не было времени они должны высирать из локтя это серебро в бесплатной игре в которую они не обязаны донатить это не их жизнь игра это игра они пришли в бесплатную игру и они не могут находиться в ней на равных вообще и близко по сравнению с этими которые зажрались на своих ебаных аккаунтах почему люди не могут заходить на десятки и нормально спокойно играть на бэбэшках с нормальными боями в которых есть содержание да конечно если вы великий киберспортсмен вы и в нынешнем рандоме на бэбэшках что-то сможете но очень часто у вас будет пригорать также еще некоторые сразу начали переживать а как же я буду набивать свои 5000 урона а точно так же ты будешь их набивать только бой будет продолжительнее и ты будешь по всей карте ездить и набивать за продолжительный бой свои уроны там может быть топовые уроны на десятках и топовый средний урон на каких-нибудь десятках изменятся в большую или в меньшую сторону и допустим не как сейчас там 5000 на фулгалде люди будут держать на десятках а допустим 4500 или 4000 или 5500 какая разница да хоть 3000 на десятках будут держать топовые игроки что от этого изменится если бои будут содержательные продолжительные интересные какая фиг разница сколько там надо держать урона статисты приспособиться и будут держать тот урон который они смогут в билисе в башку какую-то дебильную цифру и все тот же самый в н 8 он тоже там по своей этой конченной убогой формуле тоже подстроится нихера не случится пересчитают эти обоссальные циферки за которые все всираются и все будет как прежде статистики занервничали циферку и в них заберут ой бозе ничего не изменится плаксы а вот содержание боев я надеюсь пойдет в лучшую сторону но опять же если это сделать тяп-ляп как обычно делают в и все остальные проблемы не решать то получится как обычно говно поэтому вместо того чтобы распускать сопли лучше бы включили мозги и начали как-то картошки помогать потому что сама она как обычно нихера не может и сейчас пока нужно решать кучу всяких проблем в игре она будет разгребать ваши сопли один водомесик поплакал шоу не там объект 260 будет снова говнем другой там поплакал шоу из 7 будет альфа не такая и начнется это разгребание соплей с вами был варчик играть красиво пока